Have you noticed that whenever you are asking questions to get more knowledge, the more you get to know, the more questions you have. It seems to me like the more I know about the kingdom of God, the less I really know about it. It seems to me like if I dig into a subject to find answers, the more answers I find, the more questions I get. It's quite interesting. Before we start anything, I would like you to read from Matthew, chapter 8. And, yeah, take from verse 1 to verse 10. Read that. Matthew 8, verse 1, verse 10. Matthew 9, verse 10. Matthew 9, verse 10. Matthew 10, 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 verse 10. шел, он везде ищет веру. И власть показывает на веру. И это же он говорит здесь. Знаете ли вы, что такое настоящая вера? Я не говорю о вере в Иисуса. Я говорю о вере, вера в Бога, доверие в Богу. Знаете, что это такое? Я приведу вам пример. Если я молюсь Богу, и Бог дает мне образ в сердце моем, что Он думает о моей ситуации. Допустим, я пастор небольшой церкви. И когда я молюсь во время моего времяпровождения с Богом, то в моем духе Бог показывает большее слабрание. И поэтому это соединяется с моей верой. то есть видение того, что я буду потом впоследствии видеть глазами. в моем духе я вижу, что эта церковь растет, становится больше и больше и больше. Поэтому по окончании моего молитвенного времени я иду в церковь. Я не вижу той большой церкви, которую я видел в своей молитве. Но я вижу эту маленькую церковь, эту маленькую церковь, по которой я молюсь. Я вхожу в эту маленькую церковь, видя большую церковь. И если я удалю свой взгляд с Господа, не буду больше смотреть на большую церковь, а на эту маленькую, можно сказать, что фокус свой потерял. И, в принципе, принимаю решение только смотреть на ту церковь, в которой я являюсь пастором. Но Бог хочет, чтобы я смотрел на то, что будет, что грядет. Он хочет, чтобы я смотрел на большую церковь, которая в его сердце находится. Но если я не могу видеть это, смотреть, и я постоянно смотрю на маленькую церковь, то мой образ мышления, мой ум уменьшается. И я начинаю мыслить по-маленькому. И говорить маленькими терминами, понятиями. Но в сердце Бога я видел большую церковь, так как Бог хочет, чтобы я видел, что находится в его сердце. И когда я смотрю на свою церковь, я в огорчении таком. Я в смятении. Я истощен. А когда я смотрю на церковь в сердце Бога, то я ободрен. Я становлюсь сильным. Я вижу эту церковь. И я представляю себе эту церковь. И я живу как эта церковь. Настоящая вера — это ходить, жить в другой реальности. И в то же время смотреть в сердце Господа. Если вы сможете так делать в любых обстоятельствах вашей жизни, вы будете сильными. Потому что та реальность, в которой я живу, не соответствует тому, что находится в сердце Бога. Все равно это как бы мы переходим от большей картины к этой маленькой реальности. И эта маленькая реальность постоянно мне говорит, вот ты никуда не идешь. Всегда это будет маленькая церковь. Но также я могу сделать выбор, принять решение, смотреть сердце Бога и сказать, это большая церковь. И это означает, что много людей спасется, так как они еще просто не дошли туда. Но в сердце Бога я вижу их. Если я живу не в той реальности, которая находится в сердце Бога, если я только отведу свой взгляд от этой маленькой реальности, буду смотреть на реальность в сердце Божьем и буду жить в соответствии с Его волей, тогда в один день реальность, в которой я живу, будет соответствовать той реальности, которая находится в сердце Бога. Это настоящая вера. Верить в Богу, жить в то же время в другой реальности. И в то же время не сводить взгляды с Бога, жить в другой реальности, в то же время смотреть на сердце Бога. Это настоящая вера. И это относится к каждой сфере вашей жизни. И это относится ко всему, в чем вы нуждаетесь в вашей жизни. Когда вы общаетесь с Богом, Он рассказывает вам, что Он приготовил для вас. И вы смотрите на вашу существующую реальность в вашей жизни. И видите, что вы еще не приняли, не получили то, что Бог обещал вам. Это все еще остается обетование. Вы не видите этого еще. И многие люди говорят, когда такое происходит, их реакция к этому будет как, «О, я не получил, что Бог обещал мне дать». Часто говорят, «Ну, я не получил того, что Бог обещал мне дать». И люди огорчаются и перестают спрашивать Бога. Если только вы будете продолжать смотреть на сердце Бога и будете знать свои нужды, что в какой-то день Бог ответит и восполнит их. Если Он сможет это сделать, это вера. И что значит жить в вере? Это понятно, о чем я говорю? Это настоящая вера. Это настоящая вера. Иисус проводит взаимосвязь между властью и верой в Царстве Божьем. Иисус проводит взаимосвязь в царстве Божьем. Это агрегорбыá. Агрегоры за г Freeman и верой в кастрюльс это давно, например, когда ты взял вforceчивCE которую surveили савус, ющие Warmth и Это из книги «Плач языки» Третья глава, кажется Где говорится Если мы верно будем продолжать искать Бога То мы знаем, что Он ответит на наши молитвы Ранее или позднее Ранее или позднее Это то, что он говорит Но вы знаете слово сейчас? Вы знаете слово? Сейчас Он просто не может найти Завтра я принесу, прочитаю Точно этот стих Давайте разойдемся к власти И как мы вчера говорили Если вы не понимаете, что такое власть То она может развиться в диктаторство Вот что может произойти с властью И многие люди в Царстве Божьем Многие церковные лидеры И свою власть они превращают в диктаторство Так как они забывают Так как они забывают, что их власть исходит от Бога И то, что есть в их служении, приходит от Бога И так же не забывайте, что вся власть принадлежит Богу Установлена Богом И так же многие люди называют власть диктаторством И так же многие люди называют власть диктаторством Поскольку они не знают, что такое настоящая власть И что такое власть? Что мы вчера увидели? Власть — это служение Вы применяете свою власть через служение 1 Петра 5, 2, 3 Спасите Божие стадо, какое вас надзирая за ним Непринужденно, но охотно и богоугодно Не для гнусной корости, но из усердия Не господствуя над наследием Божьим Но подавая пример стаду Поэтому это связано со служением И у нас как бы другая перспектива Точка зрения на то, как бы приобретается На то, что мы должны делать в Царстве И на вас лежит ответственность В вашем служении У каждого человека Давайте проясним, что у каждого есть служение Самое важное служение, которое есть, — это в вашей семье Ваши дети, ваша жена У вас есть служение там Нравится вам это или нет И в служении Важно понимать, что вы там не для того, чтобы диктатором быть, но чтобы служить И в качестве мужа вы ведете семью, служа ей Вы обеспечиваете все нужды Все, что необходимо Обеспечение семье даете Все, что необходимо Я хочу объяснить Моя работа в моей церкви Мое задание в том, чтобы каждый смог иметь успех и достиг своего потенциала И если они не смогут достичь своего потенциала То я потерпел поражение в своем служении Только когда стадо достигает своего полного потенциала Я преуспеваю Я успешен Поэтому я говорю молодым парням Молодым мужчинам, я говорю Я желаю, чтобы вы имели успех Если у вас не будет успеха, тогда я тоже поражен Он спрашивает, а как же моя жизнь может быть твоей ответственностью? Я говорю, вот 1 Петра 5 Я должен бороться о тебе Я должен помогать тебе Служить тебе Это законно данное мне право Богом помогать моим людям И вот что означает власть в Царстве Божьем Это помощь людям Они говорят Делай то, делай это, иди туда, иди сюда Не в этом суть Но в том, чтобы служить людям, кормить овец Как Иешуа говорил Петру Корми, паси овец моих Паси овец моих Корми овец моих Заботься о моем стаде Вот в чем суть власти Затем так же Очень тесно это взаимосвязано с нашим характером Так как мы должны развить в себе Божий характер В нашей жизни И в соответствии с нашим характером Такой же уровень власти будет дан нам И знаете ли вы свой настоящий характер? Знаете ли вы свой настоящий характер? Я скажу Что только буря в нашей жизни Шторм нашей жизни Облевает силой разоблачить настоящий характер Наш настоящий характер Открыть его Поэтому требуется время Что я имею ввиду? Один молодой мужчина с женой пришли в мою церковь И они сказали мне Пастор, мы хотим помочь тебе Мы хотим, чтобы у тебя все получилось Завершить, что ты хочешь Я подумал про себя Ну очень хорошо, очень прекрасно Спасибо Добро пожаловать в церковь Затем проходит четыре недели Он подходит ко мне и говорит Есть ли что-то, что я могу сделать для тебя? Могу ли я проповедовать в воскресенье? Я сказал Нет Он спрашивает Почему нет? Потому что я не знаю твоего характера И нужно узнать, кто ты такой Но у меня со мной все в порядке Я нормальный Я говорю Может быть так и есть Но мне нужно узнать тебя Твой характер Хорошо, он говорит И проблема в том, что я пошел в его дом Он не ожидал Я пошел к нему в гости Навестить его дома И в его доме был полный беспорядок Даже пяти минут я не смог там простоять Достаточно, а я все уже увидел И в следующий раз, когда я увидел его Я сказала ему Иди домой Поубирай в доме Так как ты заботишься о своем доме Так же ты будешь управлять Царствием Божьим Он говорит Вы что, серьезно имеете в виду, что я пошел? Он говорит, да, серьезно И потом он спрашивает А кто дал тебе такое право Власти говорить со мной таким образом? Он сказал Мое служение Бог дал мне служение С определенным уровнем власти И он дал мне власть говорить В твою жизнь И так же других людей Которые приходят в эту церковь Поэтому он пошел домой Он был зол Просто разгневанный Почти ругал меня Матом ругал За то, что я приказал ему Побирать себя дома Но когда все улеглось Они решили так сделать Поубирать Поубирали в доме И позвонили мне И говорят Пастор, можешь К нам в гости прийти Я пошел Посмотрел Они говорят Вот, посмотри Чистый дом Я говорю Да, конечно Да Но Вы это сделали для меня Я хотел стать частью Вашего характера Формирования Так, чтобы Вы это делали Для своей семьи Поэтому позже Он пришел ко мне И мы общались Друг с другом И я решил Испытать его характер Я сказал ему Подумывай о том Чтобы ты учил Во время Молитвенных встреч Молитвенных служений Он очень обрадовался О, хорошо Но в своем сердце Я решил Я не буду Попросить Он Я просто Скажу Ну, ты лжец Ты лжешь Неверный пастор Ты сказал мне Что я могу учить Во время молитвенных встреч Служения Так никогда не позволим Это плохое правительство И он кричал на меня После того, как он уже Закончил все, что сказал Уже готов был уходить Я сказал ему Теперь ты мне показал Настоящий характер Спасибо И неделю позже Он приходит ко мне И говорит Пастор, можешь ли Стать моим наставником Так как я хочу Правильный характер Развить И видите ли Что все это Взаимосвязано С нашим характером Никогда Бог никого не искушает Но Он будет испытывать вас Периодически Для того, чтобы развить Ваш характер Почему Он это делает? Потому что В сердце Бога Находится желание Чтобы вы пошли дальше Чем сейчас Никогда Бог не переводит вас На следующий уровень Чтобы вы были на Нем Всю свою жизнь Он хочет Чтобы вы шли выше И выше И также всегда Будет удостоверяться В том, чтобы Ваш характер не отставал От этого передвижения Вверх Когда я был Когда я был Только еще Юным Только Уверовавшим Молодым человеком И первое, что я сделал Когда я только спасся Я решил раздавать трактаты Я решил раздавать трактаты На улице По всему городу По всему городу Я ходил В дома престарелых В бары В пабы Раздавал трактаты Раздавал трактат Я говорил Иисус любит тебя Ты не должен грешить На всех автобусах Трамваях Иисус любит тебя Иисус любит тебя Иисус любит тебя Не надо так жить Такой жизнью Я ходил так во всему городу Раздавал Рассказывал Затем люди в городе Начали жаловаться Моему пастору Тебе нужно остановить Этого человека По всему городу Оно большое Рассказывает Тебе надо Остановить его И пастор Пришел ко мне И сказал Ну, возможно Не так уме Возвращаться В доме Возвращаться Возвращаться Мудро ходить везде В дома престарелых Я сказал Ну, конечно Я буду ходить В дома престарелых Он говорит Нет, не делай этого Так как управляющему Лидеру Не нравится это Я сказал Да наплевать мне На этого лидера Это же пожилые люди Им осталось пару дней Жить вообще И они прежде чем Все остальные Попадут на небеса Я просто хочу Достовериться О том, что они Попадут на небеса Поэтому я продолжал Так поступать За день Я встретил Одного из моих друзей Предыдущих друзей В прошлом И он ударил меня по голове По щечину А ты ужасный христианин Противный И когда он меня ударил Я встал И я ударил его На самом деле Так побил его кулаками Так и было Я ему спрашиваю Чего ты это сделал? Потому что ты меня ударил Но ты же В принципе Должен Вторую щеку подставить А я говорю Нет, не буду Ты меня ударил И тебя ударю Я тебе гарантию даю Это был мой человеческий дух Мой душевный человек Так как я возвращен С таким душевным человеком внутри И иногда он становится Очень сильным И он будет предпринимать действия Но если только я смогу Своего духовного человека Поднять над моим душевным человеком Даже выше намного Так чтобы даже мой душевный человек Своё лицо не показывал И тогда это будет развивать мой характер Но иногда Бог испытывает И когда люди говорят мне О, ты муж Божий Богочестивый муж Божий О, да, я так на самом деле Кто-то сказал мне О, Бог мой Ты живешь с Богом Ты живешь с Богом Ты живешь с Богом Наверное, ты любимчик Бога Я говорю Нет Но у Бога нет никаких любимчиков А затем снова Когда я сам наедине с собой Говорю, наверное, таки да, я любимчик Наверное, таки Бог меня очень любит На самом деле И с той же минуты Только у меня возникает такая мысль Что-то происходит для того, чтобы у меня Пощечину по моему лицу сделать Поэтому сразу же появляется мой душевный человек О, извините И после всего этого В конце концов Не такой уж я и хороший Возможно, я не так хорош, как я думал И когда Бог испытывает нас Для того, чтобы мы увидели Каков же наш характер Чтобы нужно было работать над характером Чтобы характер был благочестивым Божиим Для того, чтобы Бог смог нам верить Свою власть в Своем Царстве И мы как перерыв пропустили 10 минут более Хорошо Спасибо Поэтому Бог хочет развивать характер И это плохочестивый характер Так как ваша власть Будет дана вам Взаимосвязи с вашим характером И как я сказал раньше Через штормы жизненные Через бои жизни Вы получите Откровение о вашем настоящем характере Никогда мы не сможем узнать Настоящий характер человека До тех пор, пока не увидим Его в испытании Всякий, кто приходит в мою общину Будет испытан И я это говорю Вам Потому что вы туда не приходите Но те, которые приходят Они испытываются Но они об этом даже не знают Я хочу увидеть их настоящий характер Однажды Однажды Некоторые люди Подошли к Давиду Когда было Полноводие в реке И они пришли к Давиду И хотели помочь ему И как Библия говорится Это были великие мужи Они убили многих людей в войнах И они Они хорошо относились к Давиду И Давид спрашивали Вы пришли Помочь Или Иначе вы просто предатели Если вы не пришли Чтобы помочь Вы Я имею в виду Кто будет Да Я имею в виду Они пришли к Давиду И сказать Мы хотим помочь Правда Так что Давид Сказал им Вы Вы пришли Помочь Потому что Если не Вы Вы Продолжите Мне Продолжите Если вы пришли Помочь Мне А если Не пришли Мне Помогать Тогда Вы Продолжите Станете Предателями Продолжите И Проблема Часто Возникает Такая Особенно В маленьких Общинах Как моя Я Позволяю Музыкантам Позволяю Проповедникам Мне Недостоят Музыкантов Мне Недостоят Проповедников Учителей Библии Не хватает Когда кто-то Подходит Ко мне Говорит Я хороший Барабанщик Я бы Сказал Вау Наверное Бог тебя Постал Нам нужен Барабанщик Давай Иди сюда И сразу Я его На платформу На сцену Давай Играй на барабанах Мы Нуждаемся Или ты Писатель Мы нуждаемся Так же Писателя Или ты Учитель Библии Мы нуждаемся Мы нуждаемся Мы нуждаемся Нет Давид так не поступал Потому что он показал нам принцип Хорошо Если у тебя хорошие навыки И способности Ты многое можешь делать Но вопрос Пришел ли ты Помочь Вот в чем вопрос Иначе Ты Ты Придашь Поэтому Я испытываю людей Которые приходят Ко мне Испытываю Каждого Для того Чтобы они Сами Увидели Свой характер И чтобы Сами Сказали Из чего Они Вообще Слеплены Я хочу Тех Людей В служении Которые На сто Процентов Посвящены Богу Люди Которые На сто Процентов Отдадут Все Что Ишуа Хочет Для них Сделав Все Что Угодно Для того Чтобы Увидеть Рост Царств Божьем Когда Я Посещала Церковь Хилсон В Сидне В Австралии Брайан Хьюстон Отец Который Сейчас уже Умер Его Звали Фрэнк Хьюстон Я разговаривал С ним Без чашечкой кофе И он рассказал мне Как люди С настоящим характером Встают Рано Воскресное утро Может быть Два-три часа ночи Для того Чтобы расставить Звукооборудование Так как они Арендовали здание Для того Чтобы служение Могло начаться Вовремя Восемь утра И затем Следили Чтобы Следую Служение Началось В десять И третье Служение В двенадцать Часов И четвертое В два часа И последнее Служение В восемь Часов Вечера И заканчивалось В десять И все Кто оставляли Здание В десять Вечера Остальные Люди Оставались И Собирали Камеры Звукооборудование Все остальное Снова Складывали На складе И Наконец Добирались Домой В два Три Часа Ночи Чтобы Поспать Пару Часов И подняться На работу И они Так делали Каждые Выходные На протяжении Года Двух Лет Не Жалуясь Всегда Улыбаясь Почему Потому что У них Развит Добрый Характер И Они Были Великими Мужами Божьими Их Не было Видно На служении Но Они Стояли За всем Тем Что Вообще Происходило И Видите Это Развит Развитие Доброго Характера Очень Важно Для того Чтобы Бог Смог Дать Вам Вашу Поставить Вас На позицию Власти В соответствии С вашим Характером А теперь Перерыв